Привет народ, с вами Фенаргот. Что же, короли фэнтези возвращаются наконец-то роликом, а не постом в телеграме, потому что еще раз приношу извинения, я находился в Москве, и у меня просто не было возможности снимать видео, тем более в таком формате, который вам опять же тоже непривычен, вы любите таблички, чтобы это все было смонтировано, извините, просто Valve только буквально минут 15 назад выпустили патч, где добавили 1, 2, 3 мая в доступные программы. Прогнозы, потому что до этого только с 5 мая можно было ставить фэнтези, все, мы теперь можем ставить на завтрашний день, перерыва между групповым этапом и стадией плей-офф у нас нет, поэтому будем сейчас выставлять команду фэнтези. Поехали, давайте не будем затягивать, у нас будет завтра 4 матча, это верхняя сетка, Глады против Team Spirit, OG против Liquid, Nine Pandas против Shopify Rebellion и Tundra Esports против PSG LGD. Прежде чем перейдем к фэнтези, напомню то, что на сайте моего партнера Пари сейчас проходит акция, во-первых, можно выставить драфты на матч как раз Nine Pandas против Shopify Rebellion, и если вы угадаете пики, вы получите за это фрибеты. В первом матче я угадал, во втором, по-моему, нет, в остальные не успел ставить, потому что был в Москве, в общем, я считаю, что вот таких героев могут пикнуть команды, это вот наиболее выбираемые ими плюс-минус персонажи на этом турнире, вот, сохранить. Вообще, если перейдем к моей прогнозу, да, вот, видите, тут я угадал, Чена не угадал, а дальше я вот пропускал 3 дня. Что касается самих матчей, я считаю, что Глады должны побеждать у Spirit, Team Liquid, OG и Nine Pandas у Shopify Rebellion. А вот Tundra и Sports и PSG LGD для меня вот, пожалуй, самый тяжелый матч из представленных, я бы скорее даже поверил в победу PSG LGD, нежели чем в Tundra, ну, вот, считаю, что китайский коллектив может собраться и показать крутую доту, но вот этот матч в экспресс не стал включать, а вот на этот тысячу рублей поставлю. Пока я на этом турнире в минус тысячу, сегодня вот ставка зашла у меня на EG против Bad Boom, ну, что Bad Boom творили? Особенно Resolution на Doom, это какой-то шок. В общем, ставлю тысячу и переходим к фэнтези. Собственно, среди игроков основы, опять же, тут только те игроки, которые будут играть завтра, ну, уже, получается, сегодня. Лучше, как вы можете заметить, Скиттер из Tundra, дальше Широ из PSG LGD, Юраги OG, Етора, Team Spirit, Микки из Liquid, Артизия, Рамзес, Дурачё, 33-й коллапс. Вообще, конечно, лучше выбирать фаворита встречи, потому что если будет две карты, а не три, то придется удовольствоваться таким результатом. Из трех карт выбираются лучшие две, поэтому лучше выбирать встречи, где вот может быть прям жесткое противостояние, чтобы результат был лучше. Но я считаю, что вот Liquid, как я уже сказал, должны выигрывать, поэтому Микки я возьму. А вот кому его добавить, сложно сказать. Вот я говорю, Скиттер из Tundra, да, или Широ из PSG LGD, в зависимости от того, кто у вас фаворит встречи Tundra, PSG LGD. Я вот возьму Широ, рискну. В итоге у меня здесь будет Микки. Здесь, а, мне, кстати, кто-то из подписчиков в прошлом ролике говорил, что мне серебряные Микки лучше. Кстати, да, действительно, как вы можете заметить, варды-то мне не нужны. Вот серебряные Микки у меня лучше, и докину я Широ. Вот этот Широ. Что касается мидеров, давайте взглянем на мидеров. Лучший тут Киатака из NinePandas. Его я, кстати, возьму, я его практически всю дорогу беру. Он стабильно, хорошо завозит очки. Да и я считаю, что Shopify они должны выносить. Мне вообще очень нравится игра бывших HR, ну, или NinePandas на этом турнире. Несмотря на... Я срачу вокруг там Никса и так далее. В общем, я беру Киатаку. Ну и саппорты. Тут лучший Fly из Shopify. Дальше идет Planet из PSG LGD. И Insania, Snake King и так далее. Ну и, кстати, я вот реально... Я не буду брать Fly, потому что я не верю в них. А вот Планету и Insania я как раз себе и возьму. Потому что в их победу я верю больше, чем другие коллективы. В итоге у меня состав получился такой. Микки и Широ на позиции основы. Киатака на миду. Планет и Insania на... Извиняюсь, на саппортах. Что касается прогнозов на послезавтра. Тут уже чуть сложнее сказать. Потому что, как вы видите, тут у нас вот такое расписание. И оно зависит, опять же, от команд, которые упадут у нас в нижнюю сетку. Потому что тут, если мне не изменяет память... Да, тут уже матчи 3 мая. У нас будет 3 матча. И закончиться должен будет 2 мая, опять же... А, точнее... Да. Противник Nine Pandas и Shopify... В общем, после матча Nine Pandas и Shopify Rebellion я смогу подготовить прогноз. А он начинается 19.05 и закончится где-то в районе, наверное... Если не будет проблем на сцене. Я напомню, что это уже будет у нас стадия плей-офф. Которая будет проходить на сцене, на стадионе. И таким образом могут быть всякие технические задержки. Но если их не будет, то матч закончится где-то в районе 21-22. Плюс-минус. И вот после этого ожидайте от меня ролик. Я, конечно же, постараюсь это сделать максимально быстро. Но все зависит не от меня, а от расписания и от того, как вообще будет проходить турнир. А в любом случае, жду от вас лайки, подписки, включения уведомлений в колокольчике. С вами был Фенаргот и до скорых встреч.